всем привет меня зовут мурашка сергей и сегодня у нас на тесте новая volkswagen jetta которая появилась у нас по крайней мере в беларуси у дилеров буквально недавно сегодня мы разберемся что же это за автомобиль он занимает нишу между пола и посадами насколько он вписывается в представление наших белорусских водителей в этом и будем разбираться сразу скажу что особых эмоций по крайней мере у меня этот автомобиль не вызывает антигравий по всему порогу проходит в наших условиях это очень не лишняя вещь я могу сказать если убрать значок volkswagen то как-то безлико это все смотрится под капотом у джеты будет два мотора на выбор сейчас как обычно проверим на толщину лакокрасочного покрытия наличие оцинковки задний ряд сидений volkswagen jetta это какой-то симбиоз неординарных решений на мой взгляд у нас в нашей максимальной комплектации панель приборов цифровая помодору 14 150 лошадиных сил это наверное то что стоит брать могу сказать что вот по такой разбитой грунтовки подвеска отрабатывает довольно неплохо итак друзья новое поколение volkswagen jetta у нас сегодня на тесте и начнем как обычно с дизайна с внешности из его каких-то определенных характерных черт и качеств сразу скажу что особых эмоций по крайней мере у меня этот автомобиль не вызывает именно внешне то есть он классический сдержанный в лучших традициях самого volkswagen такие строгие черты строгий силуэт добавили вот хрома для солидности для того чтобы может быть как-то немножко подтянуть по статусу его к пассату значит сразу скажу что светодиодная оптика вне зависимости от комплектации только единственное что там рефлекторная будет базовых версиях по моему насколько я знаю у нас топовая версия поэтому у нас линза прожекторного типа оптика правда вот поворотники например обычная лампочка стоит из того что мне бросилось в глаза это то что дилер уже обклеил переднюю часть капота пленкой защитной на мой взгляд это правильно и я бы как раз это советовал и я вам больше скажу что то что я вижу опять же я всегда советую и дилер уже это поставил по крайней мере в тестовом автомобиле стоит дополнительная мелкая сеточка для того чтобы ко мне не отбивали радиатор еще один момент который я не знаю как его охарактеризовать плюс это или минус но на мой взгляд есть скажем так нюансы это очень много выштамповок на кузове например посмотрите на капоте раз два три 4 5 6 ребер то же самое на дверях боковых смотрится в принципе довольно неплохо но именно в плане кузовщины это будет по-моему ужас для тех кто допустим попадет какой-то дтп и соберется именно ремонтировать а не менять деталь потому что кузовщики конечно по вот этим делам просто хают на чем свет стоит вот такие формы кузова еще один момент который я заметил это то что вот у нас от помытый автомобиль вот мы забрали у дилера и вы знаете прошло уже наверное больше часа но фары до сих пор и одна и вторая запотевшие изнутри боку автомобиль тоже классический седан в принципе в таких гармоничных пропорциях духе вага естественно и как я уже говорил посмотрите на острые грани вот эти выштамповки выглядит так довольно неплохо она придает не то что прям динамичности но никого такого такой акцентик делает но опять же в качестве в плане ремонта это будет головная боль для кузовщиков и опять же сразу могу сказать вот я вижу что здесь точно так же как на капоте наклеена пленочка вот на этой части крыши именно для того чтобы избежать сколов есть панорамный лючок такой довольно объемный есть у нас вот заметил такая штука как антигравий по всему порогу проходит в наших условиях это очень не лишняя вещь я могу сказать ну и кроме того колеса на 17 дюймов опять же в топовой версии в нашей задняя оптика тоже светодиодная в принципе я считаю довольно неплохо выглядит ну и срок службы все-таки будет гораздо больше чем дольше чем у лампочек обычных дизайн кормы такой довольно сдержанный единственное знаете какой момент я заметил что вот если убрать значок volkswagen то как-то безлико это все смотрится потому что до принадлежность к вагу она определенно видна но конкретно какая машина стоит перед тобой вот ну трудно будет сказать для особенно непосвященных здесь у нас 2 2 имитации выхлопа патрубков но это абсолютная бутафория потому что выхлопная система находится вообще вот здесь под бампером честно сказать я не сторонник таких инсинуаций потому что как-то это попахивает на мой взгляд дешевизной не знаю может кому-то это нравится но я считаю что если у вас есть хотя бы пускай небольшой выхлоп туда еще можно как-то это оформить если выхлопа вообще нет вот здесь вот по крайней мере в этой части бампера то ну не стоит и надрываться на этот счет нашей комплектации нашей ситуации есть камера заднего вида есть датчики парктроника поэтому если даже у вас ничего не будет видно по камере заднего вида значит будете ориентироваться по парктроникам что касается багажника багажник сразу скажу довольно объемный здесь вопросов в принципе думаю что ни у кого не возникнет но единственное как всегда кузов седан очень сильно ограничен проем сразу что бросается в глаза петли ничем не защищены просто голый металл но как минимум есть две ручки здесь то есть двух сторон а и кстати есть вот такая штучка чисто американская чтобы можно было открыть багажнике внутри если вдруг вас не дай бог кто-то похитил там как-то закрыл багажнике то есть вы сможете открыть изнутри что касается самого пространства обшита здесь ворсистым таким мягким материалом у нас еще есть резиновый коврик скорее все так понимаю это за доплату будет штука здесь смотрите в джекте решили сделать наверное такой максимальный именно объем потому что никаких кармашков никаких крючочков я тут не вижу вообще ровным счетом ничего то есть по объему до вопросов нет но в остальном нет ровным счетом ничего и кстати говоря да а нет хотел сказать подсветка не подсветка есть она одна и она сверху сейчас посмотрим что у нас в подполье может там что-то притаилась а вот и нет нет здесь я могу сказать даже больше здесь просто докат мы видим два рычажка которые позволяют сложить сидение заднее для того чтобы немножко увеличить для каких-то длинномеров грузовую площадку но при этом смотрите то есть я щелкаю за рычажки сидение сами не складываются то есть это вы отщелкнули вам надо идти в салон и непосредственно и салона уже складывать сиденье значит что мы видим при складывании задних сидений честно скажу особо сильно они не помогают ровного пола не получается получается довольно такая массивная ступенька и плюс проем он такой не совсем прямоугольник то есть ну скажем так это лучше чем ничего но прям глобально она пользы не делает на мой взгляд все таки седан есть седан под капотом у джеты будет два мотора на выбор 16 атмосферный 110 лошадей оба бензиновые естественные моторы и 14 турбированные тса и как у нас 150 лошадиных сил коробки тоже 2 6 ступенчатый автомат классический либо 5 ступени ступенчатая механика первое что бросилось в глаза это вот нет газовых упоров раз и второй момент обычно но вот это какие называют кочерга она как-то такая такой прямой формы она держит капот ну как-то более уверенно вот здесь вот я даже не знаю при сильном ветре мне кажется это будет очень как так гулять вот наверное можно было сделать получше что касается удобства значит заливная горловина прям рядышком находится сеточка есть для фильтрации крупных частиц правда она у меня сразу осталось в руках дара не была закреплена сейчас вроде нормально ну соответственно моторчик небольшой принципе место тут под капотом хватает для ремонта обслуживания но опять же это уже не вот к вопросу о новом автомобиле а уже в дальнейшем какому-то если кто-то сам все-таки понимает машинах и хоть немножко хочет его обслуживать все таки но не стоит вен номера помещать на полку крыла вен номер должен быть в каком-то таком месте где мелкие аварии его повредить не могут это вот лично на мой взгляд сейчас как обычно проверим на толщину лакокрасочного покрытия наличие оцинковки давайте начнем с капота как всегда так 74 феррум цинк 79 крыло тоже феррум цинк 59 крыло так давайте здесь 55 цинк стойкой 49 77 так 54 крыша 70 цинк здесь 74 ну давайте крышечку багажника для контроля 69 в общем итог такой машина вся оцинкована в том числе и крыша даже и ну я имею ввиду нас люк но та часть которая металлическая на оцинкованная средняя толщина покрытия где-то 6570 микрон с коррозией быть проблем не должно цинковка присутствует единственный вопрос посмотрим как краска будет держаться то есть не будет ли сильно много сколов то что российская покраска этим грешила здесь сборка мексиканская соответственно мексиканская покраска и посмотрим надеюсь это будет держаться гораздо лучше чем российская салоне новой джеты как и во внешности эмоции особо ничего не вызывает у меня по крайней мере но при этом я и не могу сказать что как-то исполнено все плохо что понравилось развернута панель сюда к водителю то есть как видите таких лучших тенденциях олдскульных там драйвер каров скажем так поэтому создается такое ощущение что ты сидишь в неком таком не то чтобы совсем уже в кокпите но такое небольшой отсыл и намек на это есть по материалам отделки смотрите сверху прям обалденный мягкий пластик вот вот люблю вот когда прям пальцами вот так вот гнется вся торпеда верхняя часть подчеркну торпеда обшита таким мягким пластиком вот я нажимаю пальцем прям продавливается круто здесь все здесь уже жесткий пластик везде идет причем ну такая отливка тоже видно что здесь уже экономия вот здесь классно здесь экономия у нас топовая версия поэтому у нас двухзонный климат у нас подогрев сиденья вижу руля два дефлектора здесь два по бокам соответственно здесь экран мультимедий ки он не сильно большой но по крайней мере по качеству принципе нормально по быстродействию тоже я не могу сказать что у меня какие-то проблемы я правда не пользовался им долго поэтому не знаю есть там какие-то лаги или нет ну здесь все работает довольно неплохо довольно четко сразу скажу для тех кто кричит с ними транспортировочную пленку здесь ее нет то есть она здесь снята это тестовый автомобиль и когда бывают продажные автомобили либо сразу новым добывает транспортировочная пленка но если вы снимаете транспортировочную пленку это не значит экран не будет бликовать он будет бликовать просто немножко меньше потому что пленка более такой блик дает отчетливый но без пленки тоже если свет будет падать солнце на вот эту поверхность таблики будут поэтому не надо говорить о том что типовой с ними пленку и не будет бликовать вот пленки нет все вот вот вокруг дисплея сам дисплей небольшие блики есть я даже сейчас вижу четкое отражение заднего стекла если особенно чуть-чуть поменяю скажем так свое положение относительно крест у нас в нашей максимальной комплектации панель приборов цифровая полностью в базе конечно будет обычная стандартная шкалы стрелки и все дела здесь можно выбирать конфигурацию вывод информации той которая надо конкретно сейчас водителю здесь полка для телефона здесь принципе довольно объемный телефон я думаю поместится потому что полочка такая большая два выхода юсб уже type-c новый формат естественно кнопка старт-стоп прикуриватель или розетка на 12 вольт электроручник кнопка эдком и парктроники включить выключить здесь два подстаканника они открыты с лепестками правда но открыть именно к эргономике вопросов естественно нет немцы в этом плане все делают довольно четко регулировка само собой по уголу по вылету нашей версии регулировка сидений электрическая по крайней мере у водительского сиденья пассажирского механика осталось найти оптимальное положение принципе не составляет труда единственное что я не скажу что мне необходимость в этом было но тем не менее нет возможности регулировки конкретно подушки по углу наклона мне нравится например как отформованное сиденье да не спорт но по крайней мере для обычного автомобиля вполне достойно вполне неплохо над головой в нашей комплектации панорамный люк не маленький скажем так именно для люка не панорамная крыша именно люк подсветка так давайте дальше посмотрим что бардачок он же перчаточный ящик такого среднего размера я бы сказал но полностью жесткий пластик подлокотник вполне вполне объемный не скажу что самый большой видел побольше но довольно объемный здесь есть опять же тайп си разъем юсб тайп си селектор коробки автоматической классический фиксируем и принципе не изобретали не изобретали велосипед и поэтому можно сказать что вполне удобно для среднестатистических я думаю людей есть ручной режим управления но почему-то мне подсказывает интуиция что вряд ли им кто-то будет пользоваться на руле кнопки управления мультимедийкой и круиз контроля в общем-то все стандартно все по классике я бы сказал единственное наверное что отмечу карты дверей вот сверху материал такой относительно еще можно назвать более или менее мягким а вот уже снизу здесь естественно жесткий пластик идет кармашки дверей объемные вполне себе объемные задний ряд сидений volkswagen jet а это какой-то симбиоз неординарных решений на мой взгляд значит первое что мы наверное отметим из плюсов то что ну вполне достаточно места вот сидение настроено под мой рост рост 183 сантиметра и как вы видите коленях запаса пространства достаточно и есть небольшой правда но запас пространство над головой здесь плюсом наверное сыграло то что люк выдвигается наверх то есть он не скрадывает пространство вверх сверху вот внутри автомобиля материалы здесь в картах дверей просто дубовые пластик жесткий я не знаю почему но сэкономлено на кармашке вот спинки водительского сидения здесь есть кармашек здесь нет у нас максимальная комплектация поэтому есть кнопки подогрева задних сидений естественно в комплектациях попроще здесь не будет вообще ничего из того что есть подлокотник но правда широкий надо сказать подстаканники незатейливые вообще без лепестков без ничего то есть если вы не угадали с диаметром вдруг какой-то чашки бутылки значит тогда держаться она у вас здесь не будет правда тут три разных диаметра ну по идее я так понимаю что туда должно попасть кроме того есть подсветка опять же не светодиодная но подсветка есть вот такие крючки небольшие поведение на дороге джета в принципе демонстрирует свои такие классические выверенные повадки поведение не скажу что сильно спортивная но во первых у нас зимняя резина стоит довольно мягкая такая поэтому тут трудно ожидать оточенных реакций а во вторых ну сама машина она не рассчитана не заточена под спорт поэтому тут больше она так отрабатывает неплохо неровности по мотору 1.4 150 лошадиных сил это наверное то что стоит брать так как других альтернатив кроме 1.6 атмосферный нет 1.6 наверное для людей которые ну хотят хоть как-то ездить я бы не советовал потому что даже вот этот 1.4 turbo не сказать что это пушка до ускорение какое-то присутствует такое вполне нормальное но это не значит что вы прям будете стрелять с каждого светофора по двум причинам во первых 150 лошадей на такую не маленькую машину это не так уж и много и второй момент коробка автомат она все-таки допускает какие-то определенные задержки изначально и потом уже только начинает реагировать вот сейчас мы выехали на такое на разбитую грунтовку грязь лужи и как вы видите потряхивает нас примерно вот такая дорога это максимум куда можно выезжать на такой машине во первых клиренс не сильно высокий и во вторых отсутствие полного привода но все-таки не дает здесь каких-то внедорожных амбиций ощутить поэтому и в принципе могу сказать что вот по такой разбитой грунтовки подвеска отрабатывает довольно неплохо целом подвеска ощущается как такая мягко отрабатывающая но вместе с тем немного упругая то есть нет расхлябанности но при этом и пробоев нет очень достойное предсказуемое поведение если вы не будете перебарщивать со скоростью и иметь хоть какую-то немножко голову на плечах то в принципе на этом автомобиле довольно удобно и безопасно ездить именно в плане управляемости пару слов про шумоизоляцию она здесь на вполне неплохом уровне она не идеальная но с другой стороны здесь нет никаких атрибутов типа двойных стекол и так далее и тому подобное и в связи с вот классом автомобиля и тем как говорится чем вооружена в этом смысле джета то вполне неплохо по обзорности принципе у меня претензий нет джете даже несмотря на то что вот правая стойка вместе с зеркалом образует некий такой треугольник но такой легкий легкий небольшой просвет там все-таки есть между стойкой и зеркалом то есть если немножечко голову отклонить то уже более или менее видно что творится в том пространстве можно как-то безопасно де производить маневры по обзору назад не складывающиеся подголовники они выпирают центрального поменьше но лично для меня проблем это не доставляет возможно возможно я не знаю какие-то небольшие нюансы могут быть особенно первое время у неопытных водителей и конечно же волнующий многих вопрос расхода топлива бортовой компьютер у нас пишет 9,1 литра с момента заправки но сразу скажу сегодня такой не сильно подробный тест у нас не так много времени поэтому мы не топили ехали вполне себе в таком обычном стиле ну наверное примерно как будут ездить обычные водители может быть пару раз там притопили так чтобы почувствовать динамику в остальном режим езды у нас относительно обычный и в этом ключе вот уже 9,2 то есть я так понимаю что где-то будет подбираться цифра к 10-ти литров volkswagen jetta на подъемнике как обычно мы смотрим что из себя представляет автомобиль снизу несмотря на то что это обычный седан не кроссовер не какой-то внедорожник все равно при теперешних уже скажем так ситуациях людям всегда все равно интересно посмотреть что из себя автомобиль представляет снизу даже не в плане проходимости а компоновки деталей подвески каких-то узлов агрегатов и так далее значит у нас спереди макферсон все стандартно в принципе от этого автомобиля ничего такого мы и не ждали экстраординарного значит сразу по передней части стоит пластиковая защита что нравится мне здесь все зашито по бокам слева справа опять же пластик все буквально зашито единственное что вот здесь пару таких небольших участков куда может опять же попадать соль вот но они буквально маленькие да конкретно здесь в этих местах где я вижу они не особо ничем не защищены поэтому легкую обработку наверное все таки еще дополнительно стоило бы сделать для тех кто ну прям хочет быть уверен но в целом здесь все неплохо теплозащитный кожух идет выхлопная система значит не торчит нигде ничего банка вот здесь внушительная но она спрятана в тоннель поэтому зацепить вы ее вряд ли сможете чем-то бак пластиковый но вот уже бак без всякой защиты в принципе поэтому тут надо быть аккуратным и причем посмотрите он идет буквально вот вровень с днищем то есть где-то что-то зацепить теоретически можно в общем с этим надо просто осторожно дальше сзади у нас защита фактически заканчивается и здесь прямо открытый участок я имею ввиду защита пластиковая заканчивается но здесь есть обработка типа антигравийки что-то в этом роде здесь сзади у нас балка никаких независимых подвесок не будет как иногда бывает допустим базовых версиях так в навороченных по-другому здесь безальтернативно ну в общем единственная вещь которую я бы еще дополнительно сделал это именно скрытые полости их тут немного сразу скажу но от нашей соли я бы дополнительно это пролеет в остальном все простенько незатейливо но при этом достаточно функционально по идее должно быть слегка подведя итог такого не сильно подробного ознакомительного теста могу сказать что джета конечно автомобиль своеобразный почему потому что есть у него плюсы но немалые нюансов скажем так по плюсам пройдемся машина не маленькая просторная и тут здесь вряд ли кто-то скажет или там пожалуется на недостаток места и багажник довольно объемный из плюсов можно выделить например мотор 14 то есть если не давить со старта с каждого светофора и постоянно его там не загонять в отсечку то мотор оптимальный коробка автомат шестиступенчатая плюс то что это классический автомат потому что многие все-таки побаиваются до сих пор и dsg и там каких-то других типов коробок но при этом она шестиступенчатая то уже не сильно новый агрегат да может быть плюс в том что он проверенный 14 мотор тоже раньше к нему нарекания были с последними поколениями вроде бы поисправляли ошибки и как-то более или менее это устаканивать теперь перейдем к нюансам первый нюанс конечно который мне не понравился это заднее сидение ну для этого класса автомобилей ну практически ничего нет опять же в нашей топовой комплектации хотя бы подогрев есть если вы возьмете комплектацию попроще то в принципе не будет ничего в багажнике нет ни органайзеров не крючочков ничего абсолютно да он просторный но никаких систем креплений груза нет в принципе и еще один нюанс на мой взгляд немаловажны это кузов седан для обычных людей наверное такой тип кузова покажется не очень практичными они его брать не будут для кого эта машина подойдет лучше это конечно для юридических лиц потому что у нас сейчас беларуси седаны вот я замечаю остались в основном такси каршеринг какие-то корпоративные служебные автомобили здесь вопросов нет ну и пожалуй еще один главный нюанс это цена то что базовая версия стоит 22 тысячи долларов ну я округляю топовая версия чуть больше 27 тысяч долларов согласитесь это немало и за эти деньги вы хотите получить от автомобиля максимум и все бы ничего но во-первых наступают конкуренты на пятки джетти которые естественно дешевле но дело даже не в не в этом если мы уберем сторонних конкурентов самый главный конкурент он находится внутри концерна это новая октавия потому что здесь максимальный двигатель 14 здесь задняя балка здесь принципе не так она нафарширована будет потому что октавиусы взять там и двигатель помощнее будет и подвеска и опции так далее поэтому скажем так джетти для того чтобы завоевать место под солнцем даже в том числе и у юридических лиц очень сильно придется попасть это был тест-драйв нового поколения volkswagen jetta оставляйте свои мысли и мнения в комментариях говорите нравится этот автомобиль или не нравится и вообще в принципе купили бы вы его за эту цену или нет нам интересно потому что у нас есть свое мнение интересно сравнить его с вашим поэтому высказываетесь по этому поводу в комментариях ну а на этом все всем пока до встречи на новых тестах